В Новом Уренгое полиция выявляет так называемых нелегалов, тех, кто незаконно находится в России. Под особым вниманием правоохранителей рынки, стройки и общежития. В одном из таких рейдов побывал наш корреспондент Андрей Романов. Колонна из спецтранспорта выдвигается в сторону оптового рынка. Силовую поддержку операции «Нелегал» оказывают бойцы ОМОНа. Всё продумано до мелочей, рынок окружает со всех сторон. Когда выходы и подъезды перекрыты, к работе приступают полицейские. Они проверяют документы. Зарегистрированы в Могиловой рынке? Вы сказали только, что нет. А как мне проверить? Документы можно посмотреть, пожалуйста? В помещениях рынка правоохранители встречают жительницу Таджикистана, у которой нет с собой документов. А как вы можете удостоверить свою личность на данный момент? У вас как? Я сдавала на это. Ну документы у меня тоже есть. Вот мне потребовать я предоставлю. Они есть при мне, а вот у вас нет. Давайте, возьмите сумочку, я бы вас всё-таки пригласил. Женщину провожают в автобус. Проверка документов продолжается. Теперь вопросы у полицейских возникают сразу к нескольким мужчинам. А сам документ где находится? У нас. Ну где у вас? Ну, в серокопии я вижу. Как-то неразборчиво. Вот. Там что-то включится тут. В чёрном виде как-то всё. И вообще, ваше лицо. А документы вообще сейчас находятся в участке. Давайте. Ну, этот участок, когда проведем, как говорите, отдел полиции. Поэтому оденьтесь, пожалуйста. Рожданин чего? Армении. Рожданин Армении. Рожданин Армении. Два автобуса с теми, у кого документы вызвали подозрения, отправляются в отдел, выражаясь языком полицейских для выяснения. В большей степени это нарушение правил езда, режима пребывания, то есть уклонение по истечению установленного законом срока, не выезжает за пределы Российской Федерации, соответственно, его нарушает. Ну, а также нарушает порядок осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. То есть работают без разрешительных документов. За последнее время сотрудники полиции Нового Уренгоя не могут припомнить случаев, когда в процессе подобных рейдов были задержаны люди, которые находятся в федеральном розыске за серьезные преступления. В основном это подделка документов. Тех же, кто находится в России незаконно, через суд отправят на родину. Андрей Романов, Владимир Гайнз, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.